Охота удалась, друзья! Все, кто покупает парфюмерию, всегда отслеживают скидки, акции и спецпредложения. Я в том числе. Охота действительно была удачной, и я купила несколько флаконов в Литуаль, Ривгош и Золотом Яблоке. И мы сегодня всю эту красоту с вами распакуем. Флакончиков ни много, ни мало, несколько. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! И мы начнем с магазина Литуаль. Что же я там купила? Первый пакетик. Во-первых, в Литуаль появился бренд Anna Rosenmeier, и мне очень понравился аромат Seaside Evening. Мне понравился и сам флакончик, и сам аромат, но я как-то не решилась купить именно туалетную, там, или, не помню, парфюмированную, или у них вода. И я решила начать с геля для душа. Оформление, ну, понятно такое, из серии Зелинский и Розен. Мне вообще этот запах напоминает Light Blue от Dolce & Gabbana, но при этом без каких-то зудящих нот, потому что Dolce & Gabbana Light Blue я никогда не могла носить, хотя я понимаю всю красоту этого аромата, и почему он такой популярный. Ну, вот геля душа Seaside Evening, Anna Rosenmeier, буду пользоваться. Давайте буду ставить как раз куда-нибудь, чтобы вам было видно. Дальше. Купила тушь Vivienne Sabo Cabaret Double Extension. Вот, в принципе, Кабаре мне очень нравится, тушь, и я решила попробовать двойную, которая у них вроде как новиночка. Расскажу вам, может быть, в других видео, если вам будет интересно. Вот так вот она градиентно выглядит. Прикольно. Прикольное оформление. И в первом флакончике у нас с вами новинка от Nina Ricci, Nina Illusion. Не спрашивайте, как он появился у меня, вернее, как у меня возникло желание его купить. Мне очень нравится Nina классическая, но никогда не было у меня этого аромата. Все остальные фланкеры мне нравятся, как они оформлены. Безусловно, красота-красота, но вот никогда почему-то не было желания купить флакон и пользоваться. А вот Nina Illusion мне очень понравился, причем, кстати, не сразу. Я аромат тестировала, по-моему, при какой-то поездке в Санкт-Петербурге, и мне он не понравился. А потом я уже протестировала его, по-моему, в золотом яблоке у нас в Екатеринбурге. И вот в такую прохладную, мерзопакостную весеннюю погоду он очень классно себя показал. Смотрите, какая красота внутри. Ну, классно. Такая овечка, яблочко такое розовое. Классно. This apple is yours. Написано. Это яблоко твое. Ой, и флакончик, и флакончик. Боже мой, боже. Мой, друзья. Это что-то такое милашное. Такое уси-пуси. Больше, наверное, ничего не могу сказать. Классно. И хорошо, что и 30-ка, и 50 миллилитров, и, я не помню, там 100 или 80, самый большой объем, они все идут с вот этой вот резиночкой, с вот этим ободочком, с цветочком. Потрясающе. Очень нравится. Очень мило. Такая какая-то игрушечная история. О чем же этот парфюм? Этот парфюм про... Ну, все-таки это люкс, и собрано здесь все очень понятно и лаконично. Вот, кстати, вот так вот крышечка снимается вместе со всей красотой, и остается вот розовое. Розовое яблочко, и, кстати, с такими выемками. Красиво. Фруктово-ягодная история и ваниль. Аромат сладко-фруктовый, сладко-ягодный. И здесь очень приятная, очень яркая при этом ванильная нота. Аромат яркий, шлейфовый, сочный. Вот я прямо его вдыхаю, его обоняю, у меня текут слюнки. Я уверена, что он понравится и сильной половине человечества, в том плане, что обонять с прекрасной половиной человечества. Классный, классный, очень шлейфовый. Я его уже пробовала, как-то в офлайн-магазинах на себя наносила, было еще прохладно, и он классно себя показал. Не знаю, как будет ваниль, это раскрываться в тепле, но вот в прохладной, в прохладной ветреной погоде он классно себя показал. Он сочный, яркий, фруктово-ягодно, ванильный, диффузный, очень шлейфовый. Я наносила его на свой палантин, или шарф у меня был, не помню, и аромат держался до следующего утра. То есть, в целом, около 12-20 часов он спокойно держится. Ну и оформление, это красота, друзья, красота. Так, давайте его тоже поставлю, чтобы вам было видно эту красоту. Ну что, идем дальше. Может, даже вот так. Главное, чтобы у меня вся эта конструкция просто не упала. Что, следующий флакончик. Тут у L'Etoile была невиданная щедрость, и они раздавали ароматы по 1699 рублей. Это для меня новый бренд. Как он произносится, я даже не буду пытаться читать, потому что это, вроде как, французский язык. Весь перевод и название аромата и бренда вам напишу. Это аромат тоже про ваниль. Что-то у меня все на ванильно-сладенькие какие-то ароматы потянуло. Ну вот, как есть. Вообще, в принципе, у меня в заначке для вас еще один классный аромат, но он дождется лето. Он сладкий, гурманский. Но он летом раскрывается лучше всего, как бы это ни звучало странно. Ну, давайте вернемся к вот этой ванильной истории. Оформление, кстати, здесь должно быть очень красивое. Я смотрела видео у других блогеров, мне прям понравилось. Такая коробочка очень хорошо сделана. Та-дам! Открываю. Тут шторки у нас и вот такие вот 30 миллилитров за 1699 рублей. Ну, классно, классно. Давайте смотреть. Флакончик вот такими вот прекрасными цветами усеян. Классный, кстати. Слушайте, флакон потрясающе выглядит. Очень дорого. Такая прям качественная этикетка, рисунок, стекло, флакон. Выглядит действительно очень-очень достойно. Крышка. О, кстати, крышка. Смотрите, какая прикольная. За 1699? Это вообще просто подарок судьбы. Я решила не упускать. Так, раз. О, классно, слушайте. Классно, классно. На самом деле, этот аромат куплен вслепую. Ну, условно вслепую. Потому что я его сначала заказала, пришла забирать заказ и по ходу дела его уже и послушала. Что у нас здесь? Это древесно-ванильный парфюм. Прям древесность такую сочную, шершавую. Я слышу очень четко. И ваниль. Аром. Кстати, вот древесность, знаете, такая, как в Нишанэ Ани. Или Ани, как хотите. Мне очень нравится. И аромат очень... Он не плотный. Очень деликатный. Тонкий. Ну-ка, давайте еще раз его нанесу. Тех блогеров, которые я слушала. И кто-то в комментариях, в телеграм-каналах писал, что стойкость здесь прям совсем никакая. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, это очень приятно. Это ванильно-древесный, политкорректный, тонкий, неплотный. Аромат на каждый день. Я бы так сказала. Подарить такое, мне кажется, можно любому человеку и мужчине, и женщине в любом возрасте. Но только если вы уж совсем не любите ваниль, то, наверное, не стоит. А так, древесно-ванильный легкий шлейф. Чуть-чуть сладковатый. Очень приятно. Но оформление, честно говоря, выше всяких похвал. Вот эти вот шторки еще здесь. И сама коробка. Я, честно говоря, в восторге. Но когда я пробовала вот этот аромат в L'Etoile, я протестировала еще и другие у этого бренда. Мне не понравилось ничего. Единственное, не было тестера на почули. Вот почули прям неинтересно. Я, честно говоря, не люблю эту ноту, признаюсь, да. Но там вот эти землисто-шоколадные какие-то ноты описаны. И плюс, вроде как он похож на рикошет от Флорайку. И мне стало вот интересно. Жалею, что не купила по 1699. Сейчас он стоил 1999. Сейчас, по-моему, уже эта акция кончилась. Но, тем не менее, если акция повторится, я, может быть, еще и куплю почули. Посмотрим. Ой, друзья, вот такая вот красота. Да, я в восторге. Пока все очень удачно. И даже аромат, который куплен вслепую, мне действительно понравился. Ну, вот с блотера, да, он быстро улетучивается. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Поношу и вам расскажу. Следующий. Это золотое яблоко. Здесь у меня вот такая вот штука для лица. Сейчас расскажу, покажу. И флакончик с ароматом. Это спрей, гель, что-то такое для лица, увлажняющий с лотосом. Тоже был по хорошей цене корейский. И я решила его взять и попробовать. Потому что моя термальная вода, она, в принципе, закончилась. А в самолетах, да и в офисе, честно говоря, очень сильно сушит кожу. Все эти вот эти кондиционеры и так далее. The Pure Lotus. Вот такой вот спрейчик. Классное, кстати, оформление. Очень, ух, красота какая, смотрите. Ну, корейцы умеют делать не только хорошую косметику, но и хорошее к ней оформление. Камелия и листья лотоса. Вот такой вот белый, просто как водичка. Ну-ка, давайте на месу, посмотрим, есть ли запах. Ой, какое распыление. Ой, ничем не пахнет, боже. Мне уже нравится. Не люблю, когда уход чем-то сильно пахнет. Или вообще, если не пахнет, это прям классно моя тема. Ну что, лотос. Ну и парфюм. Я продолжаю покупать ароматы от дома. Та-дам! Патрисии Николай. Николай парфюмер креатер. И у меня аромат Роуз Рояль. Была такая смешная цена в золотом яблоке, что просто грех было не купить, с одной стороны. С другой стороны, сейчас он продается еще дешевле в районе 2900 рублей, по-моему. Ну что, здесь вот такая вот штучка, чтобы было не вскрыть. Да, я ее уже разрезала, снимаю. И вот, люблю их тридцаточки. Сотки, конечно, тоже очень красивые, но тридцаточки. Это просто... Та-дам! Так, у нас здесь обязательно описание. Макулатурка. Это у нас туалетная вода. Вот в такой вот прекрасной коробке. Так, ну что, смотрим, смотрим, смотрим. Чем же пахнет этот аромат? Аромат куплен, сразу скажу, не вслепую. Я его тестировала в золотом яблоке. И вроде бы у меня есть похожий аромат от Florico I Dream of Paris. Не то, что похожий, но там сочетание роза с смородиновыми листьями. И вот здесь примерно то же самое. Но я, когда его нанесла на себя и нанесла на блотер, походила полдня, пришла домой. И каждый раз, проходя мимо блотера, его слушала. И на следующее утро опять. Я поняла, что я просто не могу оторваться от этого аромата. И я посмотрела цены, ну и решила, что надо брать. Плюс были какие-то у меня еще бонусы. И вот теперь он у меня. Так, о чем же этот аромат? Аромат называется Rose Royale. Ну, понятно, что здесь уже история про розу. Старт здесь сразу розный, немного мыльный. И сразу же немного смородиновый. Чуть-чуть он становится чуть послаще в базе. И очень тонкий, политкорректный, на каждый день, очень женственный. Я, признаться, на мужчине этот аромат не вижу вообще. И мне кажется, что немного названия не подходит этому аромату. Я бы назвала его там Morning Rose, Young Rose, что-то такое. Но не Rose Royale, это точно. Аромат мне нравится. Я вообще поняла, что я как-то перехожу на сторону роз. Хотя всегда считала, что роза – это просто одна из моих нелюбимых нот. Но роза для меня открылась в аромате от Фредерик Маль Rose and Cure. И я поняла, что надо бы посмотреть и в сторону других роз тоже. В этом аромате Rose Royale заявлено то ли почки смородины, то ли смородиновые листья, что-то такое. Я вообще не люблю смородину в ароматах, потому что это все время про кошачьи лотки для меня. Но вот в аромате Флорайку I Dream of Paris и Rose Royale от Патрисии Николаи здесь как раз вот так классно замешана вся эта история, что никаких лотков здесь нет. Все тонко, политкорректно, розно-зелено. Вот розно-зеленые ноты. И вот прям смородина слышится, да. И, наверное, молодые смородиновые листочки. Очень люблю, кстати, как пахнет смородиновый лист в природе, в жизни. И вот я здесь прям это четко слышу. Роза здесь, я бы, наверное, сказала, может быть, даже шиповник. Вот как-то так. Не густая. Очень тонкая, чуть сладковатая. Аромат розно-смородиновый, чуть-чуть мыльный. На каждый день идеальный. Мне, честно говоря, очень-очень нравится. Просто вот сижу, слушаю и понимаю, что не могу нос оторвать, и мне нравится. Знаете, здесь вот за счет мыльности небольшой, здесь есть ощущение как раз чистоты утра, хорошего настроения, такого ощущения начала отличного, позитивного летнего дня. Может быть, даже и дня в отпуске. Поэтому классно. Советую всем, кто любит розу, однозначно сюда. И если вы хотите аромат какой-то на каждый день, аромат свежести, чистоты, женственности, и вы любите при этом розы, то это точно сюда 30 миллилитров от такого бренда, от такого парфюмера, от такого носа, да, за 3000 рублей. Мне кажется, это просто смешно. И теперь еще один флакончик от Николай будет в моей парфюмерной коллекции. Ну и еще, еще один пакетик. Осталось совсем немножечко один аромат. И это, тадам, это Ривгош. Так, чеки нам не нужны. Так, мне положили в подарочек. Кстати, а все остальные не положили. Костюм Националь. Очень советую, кстати, всем обратить внимание на этот бренд. Очень нетривиальный и по очень адекватным ценам. У меня здесь новиночка. Костюм Националь Intense Red Edition. Тоже, если хотите, расскажу. Пишите обязательно в комментариях. Друзья, лайк, подписка. Вы все сами знаете, вы классные. И я понимаю, что вы меня смотрите, вы комментируете. Мне, правда, очень-очень приятно. И всегда знайте, что вы ставите лайк и подписываетесь. Не просто на какой-то YouTube, на какие-то нолики и единицы. Да, вы ставите лайк конкретному человеку мне. Поэтому ставьте лайк. И я вам буду очень благодарна. И буду снимать новые видео. И костюм Националь с цент вот такой вот классический. Мы его с вами, кстати, уже распаковывали. Так что этот, может быть, пробничек я просто кому-то подарю. Ну и что? Та-дам! Я давно смотрела на этот аромат. Я вам о нем рассказывала. Мы... Так, подождите. Что-то там еще забрякало. Так. Извините. Оп. Угу. Это бренд Botanic Flower Cafe. Пробничек. Еще один. Три пробника. Ну, классно. Ревгош молодцы. А Ле Туаль с золотым яблоком просто минус и не зачет. Пробники вообще не кладут. И неважно, на какую сумму заказываешь. Вот. Мы с вами этот аромат уже нюхали, слушали, видели. Или я о нем немножечко рассказывала. Где-то, наверное, год назад, может быть, даже и полтора, я была в Москве. И этот аромат меня зацепил. И вот акция в Ревгош. Скидки в Ревгош. И New Notes Mask Complexity теперь у меня. Ура! Я, честно говоря, выбирала между двумя ароматами. Потому что для меня они достаточно похожи. Но носить вот этот мне чуть-чуть легче. Чуть-чуть проще и комфортнее. Я люблю, когда ароматы комфортные. Я люблю их носить, а не просто складировать на полочке. Я говорю об аромате Mask Ravageur от Фредерик Маль. Так, давайте снимем. И Mask Complexity New Notes. Так, 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 так. Не падай, не падай, не падай. Ага. Made in Italy. Кстати, написано. New Notes Extract de Parfum. Так, и тут вот еще New Notes. Так, я думаю, что вам будет видно. Для меня они достаточно похожи. Где-то процентов на 70. Mask Ravageur и Mask Complexity. Так. Ух. Ой, классно. Слушайте, как он тут сидит, флакончик. Ммм, прикольно. И NN New Notes. Та-дам. Оп. Ой, классный. Ну, флакон вообще просто. Какое-то бензиновое счастье, я бы сказала. Переливается. Ну, да здравствует отпечатки. Ну, да ладно. Крышечка такая хорошая, пластиковая, тяжеленькая. Классный. О чем аромат? Аромат, ну, естественно, вроде как написано, что про мускус. Но на самом деле для меня он как-то не очень-то и про мускус. Давайте вот так поставлю. А, ничего не видно, чтобы вам было видно. Классный флакончик. Вот, классный. Для меня это мягкий, специевый, немного ванильный, немного древесный. Ну, естественно, немного мускусный аромат. Он легче, чем маскроважор. Не такой глубокий и не такой плотный. Носить мне его, правда, легче, поэтому я все-таки выбрала его. Хотя сейчас Фредерик Маль ушел из своего бренда. И мне кажется, что стоит все-таки затариваться ароматами. Потому что опять кто-нибудь придет новый и будет рулить, будет переделывать ароматы. А этого нам не хочется. Но, кстати, я лучше у Фредерика Маля возьму, наверное, Оде Магнолия побольше флакончик. Потому что у меня мой маленький тревел-вариант уже где-то ополовинен. И я очень люблю весной этот фарсул. Ну, о весенних ароматах мы еще с вами поговорим. И я, наверное, хочу себе Оде Магнолия взять. Ну, давайте, масс комплексити. Это растертые, очень-очень мелко растертые, мелкодисперсные, чуть пудровые специи. Аромат теплый, окутывающий. Немного сладости. Но здесь сладость сухая. Сладость, наверное, больше ванильная, но не кондитерская. Это 100%. Он за счет мускуса, он имеет такую средней плотности текстуру. И окутывающий. Он очень окутывающий. Он как пуховый такой платок. Очень мягкий, очень нежный. Такой вуалью у вас окутывает и согревает. При этом я, кстати, его совершенно не представляю летом. Как-то нет. Но вот зимой, осенью и ранней прохладной весной, ну, где-то градусов до 10-15, наверное, вот плюс имеется. Я его планирую носить. Ох, красота. Ну, а флакон, флакон вообще супер. Флакончик вот такой вот классный, переливающийся. 50 миллилитров мягкого, нежного, красивого аромата. Ну что, друзья. Вся эта красота сейчас лежит передо мной. Я не могу нарадоваться, не могу насмотреться, налюбоваться. И, честно говоря, очень рада своим покупкам. Я очень довольна слепой покупки. И очень довольна тем, что я действительно купила то, что я хочу. Я это сейчас, прям сейчас буду носить. И вот я прям кайфую. Мне все нравится. 4 аромата, плюс мне дали еще 3 пробника. Плюс у меня здесь еще тушь, уход и гель для душа. Ну, классно. Я в полном восторге. И все по очень-очень адекватным ценам я купила. Я, правда, очень рада. Друзья, пишите, где вы покупаете аромат. Обязательно пишите в комментариях. Ищите ли вы какие-то акции, скидки или покупаете на эмоциях спонтанно. Мне, кстати, тоже это очень интересно. Бывают ли у вас какие-то спонтанные эмоциональные покупки. Или вы все-таки прям очень рассудительно подходите к покупке ароматов. Сначала тестируете, потом покупаете отливант, его носите. Если вы понимаете, что отливант вы сносили и вам в этом аромате комфортно, то покупайте уже в флакон. Напишите, расскажите. Мне интересно, так сказать, поделитесь своим опытом. Я почитаю и обязательно отвечу на все ваши комментарии. Друзья, я очень рада. Я очень рада. Первым делом, даже не знаю, какой аромат выбрать на сегодня. С учетом погоды, может быть, кстати, попробую вот этот вот древесно-ванильный парфюм. И мне интересно, насколько он стойкий или не стойкий. Тоже уже, когда буду монтировать видео, вам обязательно где-нибудь здесь подпишу эти Passe de Villeuse. Ой, не буду коверкать. Короче, французский язык для меня это прям закрытая тема. Вот. Буду сегодня в нем. А вы пишите, какой аромат сегодня вы выбрали для себя. Ну что, друзья, на этом все. Я с вами прощаюсь. И, как всегда, вам напоминаю, что яд от лекарства отличает только дозу. Всем пока-пока.